Добрый день! Для лепки вот таких сережек-подснежников нам понадобится холодный фарфор белого цвета, жирный крем, краска белая и зеленая, я смешиваю два оттенка и желтый теплый, латексный клей, пара любых швенц, два колечка, проволока в обмотке номер 22, ножницы, стек обычный, стек с шариком и по желанию можно использовать вайнера Немона для придания текстуры, но это совсем не обязательно. Кусочек белого фарфора окрашиваем в желтый цвет и формируем центр пестика. Маленький кусочек глины приклеиваем на проволоку. Предварительно колечко загибать не надо, фарфор и так отлично держится на обмотке проволоки. Сформировали пестик и дали подсохнуть полчаса. Берем маленький кусочек зеленого фарфора и облепляем пестик. Приступаем к тычинкам. Для этого кусочку желтого холодного фарфора размером с горошину придаем каплевидную форму и разрезаем ее на две равные части, а каждую из них еще на три. Отрезаем. Приклеиваем к пестику. Поправляем и сравниваем с вторым цветком. Белый фарфор делаем еще белее. Для этого добавляем титановые белила. Вымешиваем с кремом. Другой кусочек поменьше. Вмешиваем зеленую темную краску и зеленую среднюю. Приступаем к лепке внутреннего яруса лепестков. Для этого небольшой кусочек белого фарфора раскатываем на ладони. Придаем форму лепестка стекам. Далее нам необходимо взять совсем маленький кусочек зеленой глины и придать ему форму капельки. Расплюснуть и приложить к широкой части лепесточка. Раскатываем стеком на ладони очень аккуратно. От краев лепестка к центру. Чтобы не повредить форму зеленой капельки. Тонкой стороной стека вдавливаем центр лепестка и формируем сердечко. Слегка раскатываем на ладони. Не обязательно, но можно воспользоваться вайнером для придания легких жилок. Закручиваем наш лепесточек и приклеиваем к тычинкам. Приступаем к большим лепесткам. Лепим сразу все 6 штук. Для этого кусочек фарфора раскатываем на ладони и сразу же придаем форму будущего лепестка. Поправляем. И на ладони раскатываем стеком. Размер сравниваем с первым лепестком и стараемся, чтобы они были одинаковыми. Приступаем к выкатыванию выпуклой формы лепестка. Поправляем форму. Когда все 6 лепестков готовы, можно их приклеивать. Смазываем основание цветочка латексным клеем и прикладываем крупный лепесток между маленькими. Сравниваем с первым цветочком и следим, чтобы лепестки были приклеены на одном уровне. Собираем весь цветок и оставляем подсохнуть на пару часов. Сушить можно цветочком вверх или вниз, все зависит от того, хотите вы более открытый или закрытый цветочек. Приступаем к формированию чашечки и черешка. Берем зеленый фарфор. Смазываем клеем основание цветка и проволочку на необходимую нам длину. Оборачиваем глиной и сравниваем с уже слепленым цветочком формируем чашечку и черешок. Оставляем сохнуть на 6 часов, можно и на ночь. Нам необходимо, чтобы холодный фарфор очень хорошо просох и не повредился, когда мы будем закручивать проволочку круглогубцами. Когда все просохло, представляем как будет выглядеть колечко и отрезаем на этом расстоянии. Пока не закрутили черешок, отрезаем и второй цветочек, иначе будет сложно попасть в тот же размер. Закручиваем, желательно в сторону какого-либо из трех лепестков. Лепим листики. Придаем на ладони фарфору форму веретена. Примеряем цветочек, нам необходимо, чтобы листик был слегка длиннее кончика лепестка. Раскатываем стеком. Придаем форму лодочки и изгибаем листик. Сразу же приклеиваем. Основание нашего колечка смазываем латексным клеем и прикладываем листик. Приглаживаем. И поправляем стеком. Смазываем клеем листик и приклеиваем к лепестку. Можно крепить фурнитуру. Для этого разгибаем колечко и одеваем на черешок. Крепим швензы. Вот такие милые весенние сережки-подснежники у нас получились. Спасибо, что смотрели урок. Если он вам понравился, поставьте лайк и подпишитесь. Делитесь в социальных сетях. С вами была Наталья Бусинга. До скорых встреч!